Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй, помилуй нас. Господи, Господи, прислезай, где снится Твоя. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, 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 св ПЕСНЯ 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 Песар же, не жертвы по грязи, с пострадаки боги, невежествующие и заблуждающие, о неже, и твой немощью облажен есть, и сего ради должен есть, як уже о людях, так уже о себе приносите за грехи, и никто же сам о себе приемлет честь, но званный от Бога, як уже и Аарона, так и Христос, не себе прослави быте первосвященника, но глаголовы к нему, сын мой и си ты, а здесь родих тя, як уже и инди глаголит, ты и си священник вовек, по чину белки си декову. Мир в те и духами твоему. Аллилуйя, глаз четвертый. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Праведник, як у Феникс, процветет. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сейчас не помойте, помойте. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Благослови, высокопреосвященнейший владыку, благовестителя, святого апостола и евангелиста Матфея. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Матфея додаст тебе глобол, благовестующему силою новую в исполнении евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И будрость прости услышим, святого евангелия, мир всем. И горький, и горький, и горький. От Матфея, святого евангелия, Чтение. Слава Тебя. И господь, и слава тебе. Песня. 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 И пусть как бы ни говорили эти подлецы всякие от науки, они чего, дескать, еще там ничего не понимают, все понимают, все понимают и воспринимают через мать свою, весь окружающий мир во всем его объеме. Оно там не просто так вот развивается, как непонятно что, а это уже живая душа действует в этом существе. Вот понимаете, дорогие мои братья и сестры, как это важно зачать дитя, выносить его с молитвы о Божьем благословении для самих родителей и для рождающихся детей. Все святые и Николай Чудотворец, и святой Иоанн Кронштадтский, память которого мы празднуем, они были детьми благочестивых христианских родителей. Иоанн Кронштадтский происходит из края суровых поморских людей. Но эту суровость он в себя воспринял для себя самого и для того, чтобы со всей ответственностью, взяв крест Христов, нести его через все время своей жизни и сделать причастниками божественной благодати как можно больше других людей. И он эту свою задачу выполнил. Но, к сожалению, не все такие, как отец Иоанн Кронштадтский были, имеются и в будущем окажутся. Но его личность является для нас живым примером того, как верить в живого личного Бога Господа Иисуса Христа. Как ему открыть свою душу, как ему врачить свое сердце, как ему на службу поставить все свое сознание, весь свой житейский опыт и все свои способности слушать Слово Божие и исполнять его. И он еще, я думаю, столетиями будет примером для всех людей нашего народа и для всего мира, добрых, благочестивых христиан, в том, как надо строить свою жизнь. Что главное в жизни человека, а главное в жизни человека поверить в Бога, узнать Его в святых таинствах нашей православной веры и следовать за Ним даже до смерти в Царство Небесное. И не надо думать, что Царство Небесное будет где-то и когда-то. Да, оно и где-то, и когда-то, и оно вечное. Но оно живет в каждом из нас. В тебе, во мне, в ней, в нем, вот во всех нас. Нам нужно только что сделать? Сделать себя через покаяние, через осознание своей грешности и исповедание своих грехов, получив от них прощения в таинстве святого покаянина исповедина и исправляя потихонечку свою жизнь, приходить к меру возраста живого и действенного христианина, то есть человеком, которым живет Христос. И в том, чтобы Христос в нас был и жил, и чтобы мы не оказались без Него скверными и нечистыми и не способными ничему хорошему, и особенно не способными наследовать Царство Небесное, нам может помочь только Он Сам, наш Господь Иисус Христос. Мы слышали эту торжественную песню. «Елицы во Христа креститесь, те, кто крестился во Христа, во Христа облекостеся, облеклись во Христа, как бы в Него оделись, как бы наполнили Его сущностью свое мудро человеческое, свое сердце, свое сознание и определили бы для себя к практике осуществления в жизни все добрые заповеди Господа нашего Иисуса Христа». «А Господь говорил, что заповеди Божии не тяжелые, заповеди тяжкие не суть, не являются тяжкими, но животворными. «Светильник ногам моим закон твой и свет стезяк моих». Вот что такое закон Божий. Светильник, свет, мир, радость, перспектива в жизни даже до вечности и Царства Небесного. Вот, дорогие мои братья и сестры, все мы сегодня, почитающие память отца Иоанна Кронштадтского, примем себе за правило его решимость борьбы с грехом, со всякой несуразностью в жизни, и его преданность Господу Иисусу Христу, и воспримем его живую веру. Он говорил со Христом в молитве так, как будто Христос вот перед Ним находится, всегда носил в своем сердце Господа Иисуса Христа. А ведь Он Сын Божий, ведь Он Бог Господь Иисус Христос. Если Иоанн Кронштадтский имел такое счастье всегда быть вместе с Господом Иисусом Христом, кто нам запретит иметь это счастье, только подлость наша, греховность наше, нерадение наше, маловерие наше. Вот давайте покаемся в этом, утвердимся на православно-христианском пути жизни, и будем стараться творить волю Божию, которая выражена в Евангелии, и стараться заповеди церковные соблюдать, потому что все это выработано на протяжении тысячелетнего, больше даже уклада жизни православных христиан. Проверено опытом и увенчано многочисленными венцами живых в Царстве Божием, Божиих праведников. И среди них сегодня поминаемый нами отец Иоанн Кронштадтский. Они не где-то, они с нами, суть присутствует вместе с нами на молитве. Только все зависит, какого мы духа, в каком мы расположении. Искренне ли молимся мы, и всерьез ли мы восприняли свое православно-христианское достоинство для того, чтобы, живя на земле, душой стремиться к небу и через участие в святых таинствах веры достигать возможного для нас Богообщения. Братья и сестры, это дано каждому, но не каждый способен это воспринять, а мы должны молиться, чтобы Господь дал нам такую способность. Господи, дай нам такую способность, чтобы мы были живыми душами Царства Божия, начиная уже в этой земной жизни, проводили ее во славу Божию и на пользу нашим ближним через благодеяние, которым мы и получим спасение от Царства Небесного. Чего-то исподобит нас за молитвы праведного Иоанна Кронштадцева «Господь! Аминь!» Спасибо, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Помяни меня, грешник, поменять Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне крестное, во веки веков. Аминь. Помяни всех вас, Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне крестное, во веки веков. Помяни, грешник, поменять Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне крестное, во веки веков. Помяни, грешник, великого господина и отца нашего Кирилла, дейшего патриарха Московского и всей Руси. Вековая священная митрополита, архиепископ и епископ православный пасху, богатрадскую, камышинскую, богини в Господь Байоне, достоинство, и простение с грешением моего царю Микольдэ. Матеря Своем, да. Престового труда никакой сути нельзя называть, потому что Демитрия. Демитрия, Андрея, Андрея. Демитрия, Андрея, Андрея. Демитрия, Андрея, Андрея, Андрея. Демитрия, Андрея, Андрея, Андрея. Демитрия, Андрея, 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 Андрея. Демитрия, Андрея, Андрея, Андрея. Демитрия, Андрея, 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 Андрея. Демитрия, Андрея, 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 Андрея. Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 «Святая Духа» 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 Сына Твоего, иди народ, так отдать это всяк первый, Ему не погибнет, но им уже вовлечный, И же пришель, и все же о вас смотрение, Исполни в ночь, медленно заявшись, И бачка сам себе, медленно заявшись, И в хреба святые свои, Пречистые и непорочные руки, Благодарим и благословим, Посветим и приводим на Дед, Святым своим учеников, и апостолам, и дверь. Имя воском не воском не воском не. Примите, едите, сие есть тело мое, Еже завыкло мимое в оставлении греху. Пейте, вот не я все, сия есть кровь моя Нового Завета, Я же завыкло мимое в оставлении греху. Поминаю, чтобы спасительную сию запрету всякого нас бывшего креста, Тридневное воскресенье, на небесное воскресенье, На небесное воскресенье, на небесное сиденье, На небесное славное пакет пришествия. Твоя от Твоих, Тебе приносящая, от всю и за вся. Тебе, Тебе, Богослови, Тебе. Тебе, Богослови, Тебе, Богослови. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Это тема имя Славия и тема Евхаристии. Вот они, две главнейшие темы. Что такое имя Славия? Никто не знает. А это значит славить имя. Какое имя? Имя Бога. Иоанн Кронштадтский почти на каждой странице своих произведений говорил о величии имени Божьего, о том, что имя Божье есть величайшее святыня для человека, и имени Божьему нужно поклоняться. Но эта идея его о величественности имени Божьего, она совсем не новая, она такая же древняя, как и само человечество. Ибо с древнейших времен, будучи когда-то еще язычниками, люди больше всего боялись, и почитали, и препятали перед именами богов. Имена богов были главнейшими в жизни человека, с помощью них и проклинали, и благословляли, и совершали чудесные вещи. Но вот явился Бог истинный. И явил свое имя, великое имя, перед которым поклонится всякая колена, и небесных, и земных, и преисподних. И это имя прославлялось христианами, начиная с апостолов и до Иоанна Кронштадтского. И в наши дни есть такие, которые творят Иисусову молитву. Есть те, кто влюблены, до глубины души влюблены в имя Божие, и без этого имени, без его призывания, жить не могут. Древняя традиция. Вспомните Евангелие. Сколько раз вы там встречали, во имя, досветится имя Твое, да, в имени Божьем. А молитву, утреннюю, вечернюю, с чего вы дома начинаете? Во имя Отца и так далее. Ибо имя Божие, это центр христианской жизни и само сущностное наполнение всей христианской жизни. Имя Иисуса Христа и имя Пресвятой Троицы. Это и два имени, и единое имя, так же, как и имя Отца и Сына и Святого Духа. И три имени, и единое имя, ибо Троица это единый Бог. Так вот, эта древняя традиция вот в тех северных суровых поморских землях, она жила, существовала в природе человека. И в Иоанне Кронштадтском это сказалось и выразилось, и осуществилось. И в его жизни в особенности, ибо он считал, что Иисусову молитву творить необходимо так же, как и дышать. И он говорил, имя Божие есть сам Бог. Настолько имя Бога близко к самому Богу, божественной сущности. Так он воспринимал. Бога в его славе, ибо имя это проявление, это слава, это внешняя сторона. А смысл жизни человека в том, чтобы с Богом общаться. И вот через вот эту внешнюю сторону человек соприкасается с Богом, общается с Ним, воспринимает в себя божественные качества. А Бог приемлет через свое имя человека, улавливает его в свои любовные сети. А вторая тема – это Евхаристия. Имя славе – прославление имени Божьего. А Евхаристия – это благодарение и причастие святых тела и крови Христовых. Святой Иоанн жить не мог без Евхаристии, без того, чтобы каждый день не причащаться телу и крови Христовых. Он жить без этого не мог. И в течение многих лет, будучи священником, ежедневно совершал литургию, на ней причащался. И это тоже очень древняя традиция, причастие. Что это такое? Вкушение тела и крови. Чьих тела и крови? Самого Бога. Под видом хлеба и вина. И эта традиция такая же древняя, как и само человечество. Ибо с древнейших времен еще язычники поклонялись идолам, идолов ассоциировали с животными. И этих животных считали своими божествами, проявлениями невидимого Бога здесь на земле, в видимом чувственном мире. И этих животных они приносили в жертву. И вкушали тела, и пили их кровь. С древнейших времен считали, что совершить жертву и вкусить от нее это глубочайшее соединение через этот ритуал, через этот обряд. И когда, опять-таки, явился Бог на земле, Бог истинный и великий, Христос, тогда и таинство вкушения тела и крови Бога стало доступным для человека во всей полноте. И что сделал Христос накануне, за несколько часов до Своей казни, смерти и воскресения? Что? Напоследок делают всегда что-то очень важное. Самое-самое главное делают обычно напоследок. И вот Христос и совершил таинство вкушения хлеба и вина, то есть тела и крови своих. Он передал эту тайну апостолам, а они ближайшим своим людям. И так тайна их Христос распространилась и до наших дней дошла. И значит, смысл этого таинства тот же самый, что и в Имяславии. Общение с Богом, общение глубочайшее, на очень глубинном уровне, максимально, насколько это возможно для человека. И тот, кто держал в руках или стал и прочитывал книжицу «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского, тот тоже заметил, наверное, что почти на каждой странице Иоанн Кронштадтский говорит о Евхаристии, о причастии тела и крови престола. Ибо тело есть утверждение бытия, а кровь есть жизненный сок, жизненные силы. И то, и другое получаем мы от Бога. Сам Бог питает нас Собою. Христос пришел, как Он говорит, не для того, чтобы осуждать, не для того, чтобы казнить человека, но чтобы его спасти. А для спасения дал великие орудия. Это имя свое и тело и кровь свои, через которые мы со Христом соединяемся. Ибо Сам Он сказал, «Тот, кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том буду я пребывать, и тот будет пребывать во мне. И тот не умрет никогда, но наследует жизнь вечную. Войдет в Царствие Божие. И жизнь Божия будет в человеке, в том, кто причащается». И эти темы, они пронизывают все творчество Яна Кронштадтского. Эти темы древние, как само человечество. Важные, ключевые. Ибо что для человека важно? Это питание. Если не будешь кушать, то умрешь, да? Дыхание. Не будешь дышать, задохнешься, и ни двух, ни трех минут уже не проживешь, если дыхание у тебя не будет. Общение, живое, личностное, общение через имя, через имена. Мы любим и проклинаем именами, и благословляем через имена. Потому что имя, это очень важно. Через имя проявляется сущность. Я желаю, чтобы каждый из нас внял этому великому учению. Это даже не учение. Это древнейшие традиции. А в христианстве они доросли до максимальной высоты, до какой только им нужно было дорасти. Почитание имени Божьего и вкушение тела и крови Христова. Я желаю, чтобы каждый из нас тоже жил этими двумя главнейшими вещами. Чтобы Иисусова молитва была как дыхание и причастие как питание, необходимое для жизни каждого из нас. Богу нашему славу. Всегда. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. С праздником всеки. Слава Богу, Господи, я и с радостью. Верую, Господи, и с победою. Верую, Господи, и с победою. Яко ты еси поистину Христос. Яко ты еси поистину Христос. Сын Бога Живаго. Пришедай в мир грешное спасти. Одни же первые есть аз. Одни же первые есть аз. Еще верую. Еще верую. Яко сие ес самое причистое тело Твое. Яко сие ес самое причистое тело Твое. И сия самая есть честная кровь Твоя. И сия самая есть честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня. Молюсь оба Тебе, помилуй меня. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подобием я неосужденно причаститесь, И с подобием я неосужденно причаститесь, Пречистых твоих тайн, Восновление грехов и в жизнь вечную, аминь. Вечери твои я, тайная днесть, Сыне Божий, причастниками я приемею, Сыне Божий, причастниками я приемею, Не во врагом твоим тайну повем, Не лапзани эти дам, яко Иуда, Но яко разбойник исповедую тебя, Помяни имя Господи во царствие твоем, Помяни имя Господи во царствие твоем, Да не в суд или во осуждение будет мне причащение, Да не в суд или во осуждение будет мне причащение, Пречистых твоих тайн, Господи, Причащаться телу и крови Господа можно только после исповеди и натощак, предварительно прочитав канон и молитвы ко святому причащению. Кто так приготовился, приступайте! Уберите эту самую, куда-нибудь, подкатите сюда, сюда подкатите! Молоденец! Дорожка, дорожка! Здорово, закрой! Второй крови Господа за счастьем? В прошлый год за счастьем! Уберите эту самую! Иди сюда! Не забывайте! Не забывайте! Целая кровь у вас подключается младенец. Кто? Артемий. То, что рот-то открыть не умеет. Целая кровь у вас подключается младенец. Юлия, жизнь вечна. Юлечка роток. Вот девочка молодая. Девчонки, сообразительные. Младенец. Младенец. Леон. Леон. Леончик. Кровь у вас подключается младенец. Дарья. Дарья. Анна. 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 Анна, что же на гадах? Хороший шагар. Хороший шагар. Хороший шагар. Хороший шагар. ПЕСНЯ 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 С миром из Идем, Господу помолимся. Благословяй, благословяющийся Господи, священник, уковающийся, спасительный Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя, сохраняя святую вечерку, и святому Твоему, и те бострослави Божественные Твои, и всему не оставь наступающих на Театр, сменирови Твоему дару и церковь Твоим, священникам воинствуй всем людям Твоим, я во всякой даре не благо, и всякая совершенствовала и святая Тебя со светом, и Тебе славой, и благодарение похоронения восстылаем, от Сулу и Сырину и Святому Духу, и Господи, и Кристо, и во веки веков. Аминь. 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 Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвами при чисте Своей Матери, святых славных и психвальных апостолов, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоула, слагоправедного Иоанна Кронштадтского, святых мучеников Иоустина Философа и другого Иоустина и Иджи с ними пострадавших, преподобного Дионисия Игумена Глушицского, священному ученику Василия Пресвитера, священному ученицу Веры, преподобного Агапита Печерского, врача безмезного, священному ученику Николая, же Верхнем Глутове и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человеку любит. Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Ищи святую память твою. Ты, Бог мой, живи за нас, Христа, Бога нашим Богу. Величай. Святую память твою, Ты, Бог мой, живи за нас, Христа, Бога нашим Богу. Величай. Величай. Ищи святую память твою, Ты, Бог мой, живи за нас, Христа, Бога нашим Богу. Ищи святую память. 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 Один простец, батюшка, много не говорил Он просто обращался к таким женщинам, как вы И призывал, бабы, берегите православие Это очень талантливая женщина, она в православном театре Спасибо 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 Молодец Спасибо 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 Молодец Спасибо 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 Семья Семья Ахель Семья Ахель Семья Единственный житель Семья Это я не меня с себя прошу Яна Крастацкого просите Он же чё Чё ему делать Он за вас заступится Понятно Понятно Или нет За них просите Ну просите Яна Крастацкого Яна Крастакова Яна Крастакова Сейчас Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...